В те дни, когда управлялись судьи, случился голод на земле. И начинается с такими словами книга Руфь. Какой это был период? В Евангелии от Матфея рассказывается о родословии Иисуса Христа. И там написано, Аврам родил Истака, Истак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару, Атфамари, Фарис родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Аминадама, Аминадав родил Насона, Насона родил Салмона. И в период жизни Салмона израильтяне вошли в Ерихон. Салмон был один из сагридатых. И потом Салмон женился с больницей Раав. Салмон родил Воза от Рахавы, написано. В Библии говорится, что Воз, получается, жрелся с Руфью, с невесткой Элемелеха. Другими словами, это не так много времени прошло, как израильтяне вошли в Хананскую землю и случился голод. Да, израильский народ вошел в благословенную землю, в Хананскую землю, но там начался голод. Это очень интересный момент на самом деле. Знаете, когда я смотрел на мою жизнь, да, в моей жизни какие были голода, какие были трудности, какие были тяжести. Да, они были. Однако, когда прошло время, то я увидел, что эти трудности на самом деле для меня были благословением и благодатью. Когда я размышляю об этом, Господь Бог, Он, для того, чтобы вести нас по такой жизни, которая отличается от прежней жизни, именно чтобы мы жили жизнью в веру в Господа Бога, вы, неважно, кем вы являетесь, если мы получаем прощение грехов, для чего вообще нужно нам получать прощение грехов? Если человек не получил прощение грехов, он не может получать руководство от Господа Бога, не может получить милость от Господа Бога, Бог не может вести этого человека, потому что между Богом и человеком есть стена. Если сегодня, неважно, кем вы являетесь, но если каждый из вас получил прощение грехов, тогда вы, да, зарабатывали деньги, да, экономили деньги, да, жили своей жизнью. Однако теперь в вашей жизни сила Господа Бога, о которой вы не можете представить, будет действовать. Допустим, вы есть здесь, тогда вы до сих пор жили человеческими способами, потом вы начали идти по пути Господа Бога, тогда с того момента Иисус Христос начинает жить в вашей жизни и действовать. Это очень-очень удивительно. В прошлый раз в Японии проводился ТИКАД, и наши старшие служители сказали о том, что я должен поехать в Токийскую международную конференцию по развитию Африки. Как раз тогда я вернулся только из-за границы, проводил собрание. Мне сказали, чтобы я ехал в Токио, потому что несколько лидеров стран африканских хотят встретиться со мною. И в Токио, да, в Окуманамо проводилось мероприятие, и во время перерыва, именно перерыв длится недолго, но поскольку все хотят со мной встретиться, поэтому я не мог встретиться со всеми. И я встретился только с семьей, лидерами африканских стран, и потом с многими встречался также мой сын. И если посмотреть то, что происходило потом, знаете, очень удивительно. Знаете, то Евангелие, которое мы передаем по всему миру, оно имеет большую силу и открывается путь. Знаете, если мы посмотрим интернет, сейчас удивительно. Целью нашей заключается одна — передавать Евангелие. Передавать Евангелие. И Господь Бог начинает действовать в нас. В Корее есть многие христианские лидеры. Однако они не знают ничего о нашей миссии Good News. И только говорят о нас плохой, говорят, что мы не молимся, что мы не даем десятину. На самом деле они говорят всякую ложь о нас. И затем сделали нас еретиками. Но что удивительно. В этот раз, когда я проводил форум христианских лидеров силов, о чем я говорил? Я говорил о прощении грехов. Да, в каждом городе в Америке мы проводим рождественскую контакту. В стадионе Аринау собралось 5000 человек, 4000 человек. Мы же не просто проводим контакту. Мы ходим в церковь и говорим в церквях о том, что пастора, пожалуйста, приходите в 5 часов. У нас будет изучение Библии. И тогда мы вам дадим вип-места. Где-то 250, если много, то 500 человек собираются. Два часа я передаю слово. Я сказал, да, я ходил в церковь. Но ни один из служителей не мог мне ясно сказать о прощении грехов. Они говорили, чтобы я покаялся. Ни в какой церкви я не встречал людей, которые говорили о том, что они получили прощение грехов. Да, я старался всячески получить свободу от греха. Однако никто из служителей не мог мне подробно объяснить, как я могу освободиться от греха. Потом, знаете, что я им сказал? Я читал Библию. Что я сказал им? Да. Я сказал, что корейская Библия состоит из 3800 страниц. Одну страницу я читаю за 2 минуты. И получается 3800 страниц. Поэтому за 1600 минут я мог прочитать. Кто-то говорит, знаете, раньше ленивые люди считают пальцы ног. Но для того, чтобы прочитать одну книгу, мне нужно 60 часов, чтобы полностью прочитать Библию. И тогда, если я ничего не делаю в неделю, тогда за неделю я могу полностью прочитать Библию. И несколько раз я прочитал Библию за неделю. Да, мне кажется, до больше 10 раз я просто читал специально неделю. И когда 30-40 раз ты начинаешь прочитывать Библию, ты начинаешь видеть совсем другое. И что меня там обнаружил? Я обнаружил в Ветхом Завете о жертве за грех. В Левите 4 главе рассказывается о жертвоприношении за грех. И это, можно сказать, основа жертвоприношения. Правильно? Когда я посмотрел жертвоприношение за грех, когда священник согрешил, когда весь народ согрешил, когда старший в народе согрешил, и когда согрешил кто-то из народа. Именно жертвоприношение за грех делится на эти 4 категории. И какую категорию я разбирал? Я разбирал именно, если кто-то из народа согрешит. Почему? Потому что в то время я не был никем. Я не был пастором еще тогда. Я выбрал эту жертву за народ. И я начал читать. Левите 4 главе написано. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и делает что-нибудь против заповедей Господних, чего не належало делать и не в этом будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порога из-за греха свой. Было понятно, почему нужно принести козу. Потому что в Библии написано, что возьмите за греха – это смерть. Поэтому невозможно без жертвы получить прощение грехов. Чтобы просились наши грехи, нужно, чтобы пришла смерть. Поэтому именно нужно привезти к козу, которая будет жертвой, которая умрет вместо меня. Понимаете это, да? Это понимаете, да? Потом написано, да, нужно привезти к козу, козу за грех. Потом написано, «И возложит руку свою на голову жертву из-за грех». На самом деле эти слова как-то не могли, не были понятны для меня. Да, можно над больными возлагать руки и молиться. Там, возложить руки на пастора, на пресс-фиктора. А на жертву зачем возлагать руки? Это что, я его назначаю пастором, что ли? Они что, он станет каким-то правом? Нет, зачем же на голову жертвы нужно возлагать руку, я думал. Мне было совсем непонятно, почему же так здесь написано. Да, понятно, если возлагать руку на голову человека. Например, мы возлагаем руки, когда мы хотим кого-то сделать пастором или пресс-фиктором. Но для чего же возлагать руки на жертву? У кого бы я не спрашивал, никто мне не мог ответить. Почему нужно возложить руку на голову жертвы? Все говорят, я не знаю. И надо искать, где ответ? В Библии. В Библии я искал ответ. Я читал Библию. Прошло некоторое время. И однажды я читал Библию. Я увидел, что в Левите, 16 главе, 21 стих, который находится рядом, что там написано? И возложит Аарон обе руки свои на голову жертвы козла. А, вот здесь тоже говорится о том, что нужно возложить руки свои на голову жертвы. И исповедует над ним все беззакония сынов Израилевы, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла. Ага. Значит, то, что возлагает руки на голову жертвы, это не просто возлагается, а это для того, чтобы возложить мой грех на голову жертвы. Вот для чего возлагаются руки. Ага. Тогда, когда мы возлагаем руки, получается, что мой грех передается жертве, и жертва может умереть за мой грех. Тогда мне стало понятно. Да. Для того, чтобы возложить... Да как возложить жертву, это я начал понимать. Потом, что было интересно? Написано, «И возьмешь в священник кровь ее перстом своим и возложит на руки жертвенника всесожжения». Так написано в слове. Это Левит, 4 глава, 30 стих. Я подумал, священник должен взять кровь перстом своим и возложить на руки жертвенника всесожжения. Я подумал, «Почему же нужно мазать кровь эту, возложить кровь на роги жертвенника? Зачем же нужно именно возлагать кровь на рога жертвенника? Да, есть жертвенник, и в четырех углах жертвенника есть роги. И для чего же нужно именно возложить эту кровь на рога? Я читал Библию. Я не мог найти ответа. Я не помню точно, сколько времени мне понадобилось, чтобы обнаружить, но однажды, когда я читал Библию, это было удивительно. Почему? Потому что на все вопросы Библии отвечает Библия. Пожалуйста, повторите. На все вопросы Библии отвечает Библия. Да, Библия нам подсказывает. Однажды я читал Библию, и я обнаружил удивительное слово. Иеремия 17 глава 1 стих. Давайте вместе прочитаем. Грех Юды написан железным резцом, алмазом, острем. Начертан на скрежале сердца их и на рогах жертвенников их. Здесь написано о том, что когда жертва пролила кровь, и эта кровь, почему нужно мазать на рогах жертвенников? Здесь очень ясно написано причина этого. Господь Бог, да, когда мы согрешим, Он записывает наш грех, нас скрежали сердца наших. Одна женщина, она пришла ко мне и говорит, пастор, знаете, я, акушерка, я сделала очень много абортов. Она очень сильно мучилась из-за этого. Знаете, она была акушеркой и сделала очень-очень много абортов и убила так людей. И, начиная от одномесячного до восьмимесячного, убила очень много детей, и она говорит, пастор, скажите, мой грех такой проститься? Почему она говорит такие слова? Да, как она помнит, что она сделала аборт? Потому что на скрежале сердца наших написано, что вот ты сделал аборт. Правильно? И есть запись. Поэтому помню. Да, о грехе написано в двух местах Библии говорит. Во-первых, написано на рогах жертвенников, а второе, это на скрежале сердца их. Господь Бог записал ваш грех на рогах жертвенников. Поэтому, когда вы приходите на собрание, да, здесь есть, например, рога жертвенника, и вы там видите. Ага. Что мы видим? А, я согрешил, я согрешил. Понимаете, да? То же самое. Обычно вы не помните свой грех, когда приходите в церковь, вы же вспоминаете, правильно? Потому что видите. Ну, интересно, грех написан на рогах жертвенников, и запись, которая сделана на рогах жертвенников, чем стирается? Стирается кровью. Кровь, почему? В крови есть жизнь. Когда животное умирает и проливает кровь, тогда прощается наш грех. И этот кровь нужно взять и возложить на рога жертвенника. для того, чтобы стереть запись о нашем грехе. То есть, изглазить, да? Стереть, другими словами, для Господа Бога. Когда Иисус Христос умер на кресте и взял свою кровь, и свою кровь он пролил в Царство Небесное, именно поэтому нигде у Господа Бога нет записи о нашем грехе. Поэтому, что сказал Господь? Я прошу беззакония их и грехов, их уже... Он сказал, что воспомнит? Нет. Он сказал, я прошу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Так сказал Господь. Господь Бог, скажите, Он помнит ваш грех или не помнит? А? Бог не воспоминет? Откуда вы знаете? Да, правильно, потому что в Библии так написано. Как же стирать тогда грех, который написан на скрижале сердца наш верою? А, Иисус Христос на кресте полностью стер мой грех. И когда мы верим в это слово, тогда, да, может, мы вспоминаем, однако наш грех полностью омы. именно когда я начал говорить о такой жертве, до сих пор многие служители, они не имели ясность о прощении грехов. Знаете, кто-то говорит, что вот, я спал ночью и вдруг у меня пошли слезы. Знаете, как это называется? Наверное, не знаете? Это не по Библии. Понимаете? Библия, она очень ясно говорит нам о прощении грехов. Я знаете, не понимаю, почему вы не становитесь пасторами. Я был никем. Я читал Библию. И чем больше я читал Библию, эту Библию можно доверять. Чем мы больше верим в Библию, наша жизнь начинает полностью меняться. Человек, который читает Библию, его жизнь будет полностью отличаться от той жизни, в которой мы не верим в Слово. Человек, который не верит в Библию, он всегда мучается из-за греха. Как брат свидетельствовал, у него обнаруживался исторический маразм. Даже не боимся ведь. Это не страшно. Не нужно бояться. Бог бы не давал нам. Знаете, я говорю, приходите к нам на исторический маразм. Я говорю, что ничего страшного. Даже у меня тоже память ухудшается, приходит исторический маразм. Но память должна ухудшаться. Знаете, волосы растут, а почему рост не растет с такой скоростью? Я подумал. Я был потом так благодарен. Представляете, если бы рост постоянно рост как наши волосы, тогда я был бы, наверное, трех метров. Но хорошо, что я не расту как мои волосы. Может, да, я был 30 метров, если бы я постоянно рос как волосы. Как мы бы страдали, правильно? Как мы могли бы ходить, как мы садились бы в автобус, или как мы могли бы садиться в машину, правильно? Страшно даже представить. То же самое память. Иногда хорошо, когда она исчезает. Не обязательно, чтобы была хорошая память. Особенно сегодня, да, многое знаем, многое видим, через интернет получаем очень много информации, и столько-столько информации в нашей голове. Поэтому иногда можно терять, забывать, это хорошо. Особенно забывать долги, это еще лучше. Будем счастливы. однако, да, но я не забыл запись о моем грехе, а наоборот, Бог что говорит, что он стер. Я говорю, простите, однако, сколько бы я не говорил это Евангелие, не было человек, который бы уже знал бы это Евангелие. Я встречал много-много людей, они, знаете, да, удивляются, они счастливы слушать такое слово, и меняются главные. Да? Пастор Чонг Дэхчоэй? Да? Пошел в Дембер, и там было собрание служить, и однажды один пастор спросил, а вы пастор из Кореи? Он сказал, да. И достает фотографию, и там фотография у пастора Ксупак, и говорит, вы его знаете? И пастор наш удивился, а вы как его знаете? Я был в Мэттенскеен Гадене, и я слушал его слово, и я получил спасение. И потом, тогда я оставил все, и стал проповедником Евангелии. И сейчас стал пастором большой церкви, где 1500 прихожан. Я встретился с ним в этот раз. Я был занят, я не мог много общаться, но где-то 20 минут я разговаривал. Да, в мою душу вошел Иисус Христос. Да, страх, переживания, болезни, все это может приходить ко мне. Однако, именно Бог находится внутри меня, который управляет этим. В Бытии написано в первой главе, земля же была безвидна и пуста, и тема над бездной, и Дух Божий носился над водою. Да, земля была безвидна, и тема над бездной. В таком состоянии, если бы не было бы Господа Бога, тогда бы земля вечно была бы в безвидности, в пустоте и во тьме. Однако, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и убежал безвидность. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Что это значит? Это значит, что когда Бог сказал, да будет свет, тогда тема исчезла. Пустота исчезла, безвидность исчезла. Началось удивительное деяние. Что удивительно, да, какие болезни, какие трудности, какие препятствия в вашей жизни бы не были, Бог может решить. Как? Насколько ты веришь в Господа Бога? В зависимости от этого все определяется. Аминь. Вчера я общался с двумя сестрами. Да, они трудились ради Евангелия, ради Господа Бога. Но как оставив плоть и как мы можем войти в духовный мир? Именно не теорию, а практические вещи я говорил ей. Да, брат Че Йоан, его ужалил Скорпион, умирал. И брат Кин Чуана тоже умирал. Что я говорил? Я им не сказал ничего особенного. Я сказал, если ты веришь ли в Слово, этим все определяется. Да, прощение грехов не зависит от меня, что я делаю. А именно в Слове Господа Бога. Да, во многих местах говорится о том, что Иисус предстоит наши грехи, что Бог предстоит наши грехи. И это слово, если мы верим, что Бог говорит мне, тогда это становится верою и спасением. Очень просто. Да, я на самом деле раньше завидовал женщине, взятой в прелюбодиане. Почему? Потому что да, она прелюбодистовала, однако Иисус говорит, что я не осуждаю тебя. Однако мне казалось, что Иисус Христос не говорит мне эти слова. Я лично от Иисуса не слышал о том, чтобы Он сказал мне, что я не осуждаю тебя, поэтому я ей завидовал однажды. Но я понял, что и эти слова, которые Иисус говорит этой женщине, взятой в прелюбодиане, Иисус говорит и мне. И тогда я смог освободиться. Да, эти слова, которые Иисус сказал человеку, который 38 лет болел, Иисус говорит, и мне, и когда я поверил в это, тогда оно начало приобретать силу. Неважно, какие у вас трудности, препятствия или переживания, если в вашей душе Господь Бог, да, может победить все, что есть в вашей душе, тогда воля Господа Бога сбудется и в вашей душе, все переживания, все-все уже не будет проблемой для вашей души. И наоборот, если вы считаете важнее ваши какие-то пути, способы, тогда у такого человека Господь Бог не может действовать. Потому что вы доверяете этому миру больше, чем Господу Богу. На самом деле, это устроено из очень простой логики. Руфь, первая глава, написано, что когда правили судьи, пришел голод. Это было не так давно, как они вошли в Хананскую землю. Почему же пришел голод? Знаете, я размышлял над всеми трудностями, которые были в моей жизни, но ни разу не было, чтобы трудность произошла без воли Господа Бога. Да, были трудности, но, однако, я видел, как Господь Бог эти трудности меняет в благодать свою. Наш Господь Бог, да, вы вошли в Хананскую землю. Поскольку это люди, да, пьют, да, и начинают жить, и душа начинает этим увлекаться. Однако, этот способ, который вы просто живете, Бог смотрит. Вы делаете это через способ Господа Бога или через свой способ. В этом есть, да, проблема. Господь Бог, независимо, какими трудностями вы встречали, Бог хочет, чтобы вы верой их преодолевали, потому что тогда Бог может в вас действовать. Однако, когда вы идете человеческими способами, тогда дьявол будет вести вас. Господь Бог хочет, чтобы вы верили в Господа Бога. И для этого нужно было, чтобы случился голод, нужно, чтобы была проблема, нужно, чтобы была болезнь, нужно было, чтобы пришла бедность, нужно, чтобы были трудности, нужно было, чтобы был исторический маразм. Именно поэтому происходят подобные вещи. Тогда, когда вы встречаете какие-то трудности, есть два способа. Человек, который верит в Господа Бога, он обязательно выберет способ веры, понимаете? А некоторые люди же, да, когда не имеют веры в Господа Бога, когда они слабы, они начинают использовать человеческий способ. Все мы такие были, да? Именно поэтому Господь Бог хочет, чтобы мы стали ближе к Господу Богу. И чтобы исполнить волю свою, Господь Бог дает нам задачу. Эта задача может быть проблемой, трудностью или бедствием, или какими-то трудностями, тяжестями. Это может быть. Аминь. И тогда, в такой ситуации, веруя в Господа Бога, мы должны делать шаг вперед. Знаете, когда я вел духовную жизнь, да, были маленькие, большие трудности, разные ситуации были в моей жизни, но каждый раз, да, я мог решать человеческим способом, или же я мог решать верой в Господа Бога. И когда у меня была вера, когда я открывал Библию и видел обещание Господа Бога, и когда обещанием я решал проблему, я видел, как Он благословляет меня. Когда я служил в армии, я думаю, я уже часто об этом говорил, в Чанг-Пале, где-то полтора года я передавал Евангелие, и тогда было очень хорошо в церкви. Я считаю, что это первое место, где я начал вести служение. Когда я пошел в церковь служить в армию, знаете, взрослые, да, давали мне деньги, когда я сказал, что иду в армию, но я не взял с собой эти деньги. Да, когда я пошел служить в армию, мне нужна была печать. И тогда я заплатил 100 вон, 70 вон нужно было для того, чтобы сделать печать, да, и взял с собой 30 вонов и пошел служить в армию. Однако в армии, там устраивали, да, вечеринки, и каждую субботу говорили, чтобы мы сдавали деньги. Но я сказал им, извините, однако у меня нет денег. Однако сигареты, которые выдаются, можете взять, можете взять всю мою зарплату. И только не говорите, чтобы я давал деньги. Потому что у меня не было денег, не было способа, чтобы им предоставить деньги. И на протяжении трех лет я жил без денег. Однако Господь Бог давал мне все, что мне было нужно. Я был удивлен, видя это. Самое первое, да, знаете, когда ты служишь в армии, и ты голодный, но каждый вечер мы ели хлеб. Однажды, после того, как я закончил службу, да, брат Сонг пришел ко мне и сказал, ой, пастор Пак, да, да, плати за хлеб. Как за какой хлеб? Но как за какой? Я же каждый вечер покупал тебе хлеб, булочки. А, точно. Ведь, действительно, хотя у меня не было денег, но каждый вечер я мог есть булочки, хлеб. Да? Я спросил, сколько дать, но он сказал, потом заплачешь. Это было так интересно. Знаете, он каждый вечер покупал хлеб, булочки. Знаете, брат Сонг, он поехал воевать в Вьетнам, и потом, да, чтобы его найти, я позвонил в телефонную станцию, и когда я позвонил, там было пять человек, но первый, второй были не те, а третий был он. Мы встретились, и мы каждый раз, когда едим в Ханчжо, мы очень вкусно, да, едим, общаемся. Это было удивительно. Знаете, Господь Бог приготовил все, что было мне нужно. Да, в Японии проводилась конференция, да, Тикат, и я встретился с президентом Тогу. Я сказал, что в Тогу я проводил, да, молодежный лагерь, и тогда представитель из кабинета президента участвовал в нашем лагере, и он был очень сильно удивлен. И потом, да, полчаса мы встречались с президентом, да, индивидуально общались. Потом я поехал в Японию в этот раз, и впервые мы встретились за долгое время с президентом Тогу, и вот это майн-образование, которое мы проводим, например, евреи используют учение Талмуд, и оно очень, да, популярное. И евреи сейчас держат весь мир через это учение Талмуд. А изучение Библии, да, майн-образование, которое мы предлагаем, оно лучше, чем Талмуд. И люди удивляются, потому что это мир души. Да, перед президентом Тогу я говорил 40 минут майн-образования. Почему? В Лос-Анджелесе, да, я встретил одного молодого человека, который был наркоманом, он ходил с оружием, и было, да, мама очень сильно переживала, и она попросила, тогда я взял ее с собой в Корее. Я не говорил ему, чтобы он не употреблял наркотические вещества и ходил с оружием, потому что в Корее он все равно не будет использовать наркотические вещества, потому что там их нет. В Корее, да, именно в плане наркотических веществ очень, да, безопасно. Правительство очень много предлагает усилий, чтобы бороться с этим. Да, не играя в компьютерные игры, не употребляя наркотические вещи, не кури. Я не говорил так. Почему? Потому что, когда я читал Библию, я обнаружил. И в Англии Диана 8-й главе рассказывается о женщине, взятой в прелюбодяне. Ее поймали во время прелюбодяне. И когда ее вели, тогда, да, Иисуса встретили и книжник говорит, и фарисеям, да, да, эта женщина, взятая в прелюбодяне, учи, что ты скажешь? Иисус писал перстам на земле и потом сказал, кто из вас без греха первый бросит на нее камень? И тогда никто не смог бросить на нее камень? Да, и ушли. И остался только Иисус с этой женщиной. И Иисус спросил у нее, где твои обвинители? Она сказала, никто не осудил тебя? Она сказала, никто. Тогда Иисус сказал, я не осуждаю тебя, иди в преднегреши. И на этом заканчивается вся история. Я начал разбирать именно сердце этой женщины. Как она допустила, что прелюбодействовала? Да, появлялась похоть, похотливое желание. У мужчин у женщин нет. Если не будет появляться похоть, тогда, да, хоть убей, они не будут прелюбодействовать. Именно все, что происходит у нас, все, что мы встречаем, начинается с нашей души. Да, похотливая душа или желание воровать, когда у нас появляется. Да, наша душа начинает бороться. Если сердце наше не сможет это преодолеть, тогда мы в конце концов будем прелюбодействовать, будем воровать. Эта женщина встретилась с Иисусом. Да, если посчитать время, где-то может 20 или 30 минут прошло после встречи с Иисусом, однако же Иисус отпускает ее от себя. Знаете, я же пастор все-таки. Вы можете просто читать Библию. Я же должен читать Библию и разбирать. Я начал разбирать именно сердце этой женщины. Да, у нее душа была наполнена похотливыми мыслями. Потом, когда ее ввели, чтобы пупить камнями, тогда страх заполнил ее сердце. А когда Иисус отпускал ее, тогда ее сердце. Я рассмотрел, какое было у нее сердце. Ее сердце заполнено благодарностью. Да, Иисус, если бы не спас меня, тогда я бы должна была погибнуть. Но есть благодарность. Да, что Иисус спас ее сердце. когда была заполнена благодарностью. Да, Иисус, что говорит? Да, она идет и потом думает, Иисус, спасибо тебе. Она идет дальше и потом снова благодарит. Да, поворачивается, говорит, Иисус, спасибо. Спасибо тебе, Иисус. Почему она так говорит? Потому что она была действительно благодарна. Да, Иисус не сказал ей, да, не прелюбодействуй, не воруй. А сделал так, чтобы не было души, которая хочет, да, заполнил ей душу, чтобы ее душа не хотела прелюбодействовать. Как она может, да, прелюбодействовать? Тогда, когда мысли заполняют ее. Знаете, я часто говорю такую историю, да, когда я еду в Америку, тогда мои внуки просят, чтобы я купил гамбургер, и, по-моему, ресторан, или Five Fix, или как-то Six Fix, не знаю точно, как называется это заведение. Но, в общем, я говорю, заказывайте. Они заказывают, потом я, да, оплачиваю картой. И когда они все наелись, я спрашиваю, может, вам мороженое еще купить? Тогда они говорят, нет, дедушка, мы сыты, мы не можем. Знаете, наш младший внук, он поросенок, но даже он не может есть. Естественно. Да, да, женщины говорят, прелюбодействуй. Нет, я не могу прелюбодействовать, потому что мое сердце заполнено благодарностью. Этому я через Библию научился у Иисуса. И этому молодому человеку, да, он наркоман, игроман, такому молодому человеку, да, не употребляя наркотические вещества, я не говорю такие слова им. А я начал заполнять их сердце благодарностью, как Иисус Христос. Знаете, через три месяца этот молодой человек полностью изменился. И до сих пор, когда я с ним общаюсь, знаете, что он говорит? Пастор, тогда я был очень счастлив. И сейчас хочу вернуться в те годы. Он поехал в Лос-Анджелес. И у него друзья спрашивают, это ты? А, ты же ведь хочешь употреблять наркотические вещества, ты же просто терпишь. Но Энди говорит, нет, я не могу, не думай об этом вообще. Почему? Потому что его душа уже заполнена благодарностью. И поэтому уже не может его душу, его сердце войти в желание употреблять наркотические вещества. Да, месяц, два, месяца, три месяца прошло, и он не употребляет. Тогда люди начали удивляться. И в тот год 28 друзей Энди приехали в Корею. Да, и все они поменялись и вернулись в Америку. И потом, в следующий год приехало 58 человек, а потом, в 2001 году приехало 5000 человек, и мы тогда создали организацию iWife. И до сих пор мы работаем и меняем молодых людей. В Канаде есть многие индийцы, которые заканчивали жизнь самоубийством. Мы поехали туда, iWife начала работать с ними. Да, начали вместе проводить время, и тогда самоубийство начало уменьшаться. И сейчас мы общаемся с правительством Канады для того, чтобы работать именно с индейцами. И сейчас многие страны хотят работать именно в этой области, и поэтому мы проводим, создаем учебники президент Догу, когда услышал эту историю, он очень сильно удивился и сказал, давайте будем сотрудничать. И потом он сказал, можно ли с вами индивидуально поговорить? Но, к сожалению, хотя это была индивидуальная встреча, но поскольку я не знаю французский язык, но слава Богу, у нас есть проповедник Самуил, и он может говорить по-французски. Я сказал, что президент, вы знаете, вот он сын миссионера, и его отец, он представитель iWife в Догу, поэтому он хорошо владеет французским языком. Действительно, он хорошо говорит на французском. Иногда настолько хорошо говорит, что даже обидно, но, и когда я вижу, как он говорит по-французски, так хорошо говорит по-французски. Знаете, я был так благодарен. то, что мы проводим сейчас, да, люди говорят, что вот, ты должен саморазвивать, не должен употреблять наркотические вещества, но я общался с одним человеком, и он говорит, что я, когда нажал на вот клавишу, и тогда монеты начали падать, и эти ощущения я никак не могу забыть, да, и заполняют меня вот эти ощущения, да, и вот эти ощущения никак, да, не исчезают. И кажется, что всегда, когда я буду именно бросать монеты, тогда я буду выигрывать такие деньги, однако, даже всю зарплату ты на это потратил, но не выиграл ничего. Однако, в душе же кажется, что нет, но в этот раз все равно получится, в этот раз получится. Да, в банке берут кредит, потом даже используют деньги, да, компании, и потом сидят в тюрьме, но все равно они думают, что они смогут выиграть. Но что важно, когда приходит такая душа, да, ты попробовал, ты думал, что выиграешь, но не смог выиграть, тогда, а, надо думать о том, что даже если я брошу монету, я могу не выиграть. Да, нужно победить эту мысль. Однако, когда ты не знаешь мир души, то просто ты начинаешь думать о том, что ты сможешь выиграть. Да, мы были в Америке, и в Лас-Вегасе, когда мы проводили в этот раз концерт, то, получается, театр, где мы выступали, находился вместе с гостиницей, и руководству гостиницей нам дали бесплатно номера. Знаете, для чего? Чтобы играли, да? У нас же не было времени играть, да? Но там, в Лас-Вегасе, да, даже в аэропорту есть, да, эти игровые автомобили, да, машины, для того, чтобы, да, играли. Знаете, что важно? Наша душа, Господь Бог, сегодня, да, то, что вас ведет соблазнь, деньги, или, там, слава, да, вас начинает вести. Но все это укрепилось в вашей душе, желание заработать много денег, оно держит вас, и начинает вести вас. Однако Иисус же да, своей любовью заполнил сердце этой женщины, взятой в прелюбодеянии. Именно поэтому у нее уже нет места, куда может войти похотливая мысль. Читая Библию, я понял, что, а, вот как нужно разрабатывать майн-образование. И весь мир сегодня удивляется в виде майн-образования. В ближайшие пять лет я уверен, что все страны мира будут принимать наше майн-образование. Многие молодежные лидеры, которые есть в Африке, они ищут способ поменять молодых людей, но, однако, нет другого способа. Господь Бог предоставляет вам возможность выбора, но перед этим Он дает голод для того, чтобы ваше сердце стало на сторону Господа Бога. Прежде чем дать голод, Господь Бог, Он спасает нас от грехов наших. Аминь. Сегодня брат свидетельствовал, что у него старинный маразм, но он выздоровел, когда получил спасение. На самом деле, то спасение, которое Иисус Христос нам дал, то искупление, которое Он дал, это благодать, когда оно заполняет наши сердца. когда у меня появляется именно душа, которая направлена к Господу Богу, и когда я живу с такой душой, тогда, даже если будет голод, я буду уповать на Господа Бога, и я могу преодолеть эти трудности. Аминь. И тогда, что бы у меня ни произошло, я буду жить, уповать на Господа Бога, и я могу жить с благословенной жизнью. Понимаете это? Понимаете? Однако Элимелех, Малхон, Хиллион и Наиминь, да, отца звали Элимелех, сыновей звали Малхон и Хиллион, а мать Наиминь, эти люди, они не выбрали путь, который Господь Бог им дал, они выбрали именно человеческий способ. Правильно? И книга Руф объясняет нам это. Знаете, в этот раз в Нью-Йорке мы проводили Рождественскую Кондату, я думаю, наверное, постоянно думаю об этом. Как провести хорошо Рождественскую Кондату? И где-то 130 тысяч человек участвовали на Кондате, и получается взрослые, дети, если дети убрали, где-то получается 100 тысяч. И мы решили подарить книгу «Секрет прощения грехов и рождение свыше». Об этом я сначала подумал. И нужно распечатать 100 тысяч книг. И одна книга где-то 1350 вон. Конечно, я не должен говорить такие цифры, но уже сказал. И тогда нужно до 135 миллионов вон. и брат, который занимается печатью книг, он помог, и мы смогли за низкую цену распечатать книгу. И я позвонил в Америку моему сыну и сказал, что вот, мы отправим туда 100 тысяч экземпляров книг. И знаете, в Сприфилте, там живут выходцы из Великобритании, такие джентльмены, и они говорят, что мы возьмем одну книгу для семей. Таких людей было много, и дети не брали книги, например, и поэтому 100 тысяч книг было достаточно. И один пастор взял книгу одну, прочитал, и потом читал Библию, и удивился, и потом позвонил пастору и говорил, это такая хорошая книга, можете отправить 200 экземпляров книги для братьев и сестер наших. Просят и я сказал, что в следующий раз я отправлю книги, но уже будет платным. Да, потому что мы же не можем всегда давать бесплатно. И если это хорошая книга, тогда есть еще другие книги. И я не хочу заниматься торговлей. Однако, когда я предоставил эти книги, да, знаете, я был очень счастлив. Да, моя невестка, она фотографирует только людей, которые радуются, читая книгу. Да, и они счастливы, радуются. Мой сын ходит, да, должен отправить книги и заказали три больших машин и на двух машинах американских служителей, а на одном мой сын, да, и ездили по Америке. И знаете, так счастлив, так радуется. Да, одной книгой если кто-то получит прощение грехов, да, человек может получить прощение грехов, ведь так хорошо. поэтому записали адрес в конце книги, да, и рассказываем о других наших книгах, да, и все, все, все выложили. Перед Господом Богом я всегда думаю о том, как передать Евангелие, как получить больше людей, чтобы могли получить спасение. Когда я думаю об этом, Господь Бог открывает передо мной путь, и я очень счастлив. На самолете, когда я лечу в Америку, тогда получается поподный ветер, и поэтому я могу лететь быстрее. А когда мы обратно летели, тогда летели против ветра, и поэтому, знаете, мы, получается, приехали в 5.30, да, в пятницу, а здесь столько машин. И пастор никому позвонил мне. И потом, когда я положил трубку, я подумал, что же пастор никому хотел сказать? Я понял, что он хотел мне сказать про собрание домашнее, да, и потом я передзвонил, спросил, вы хотели спросить меня про домашнюю чеку, да, а есть куда можно поехать? Да, пастор, нужно, можно рядом с церковью поехать. Когда я положил трубку, вдруг, да, машин, вдруг они начали освобождаться, да, и я смог в 7-10 уже поехать на собрание, и я участвовал на домашней чеке, я был так благодарен Господу Богу, что могу участвовать. Наш Бог, Он в моей жизни, да, я ни разу не думал о жизни, да, о моей старости, почему? Даже если я не думаю, да, лучше, если Бог приготовит, чем я. Я занимался только делами Божьими. Господь Бог, чтобы Он готовил мою старость. Я никогда не переживал из-за денег. Да, если есть деньги, я тратил только ради Евангелия, я не использовал их для других целей. Знаете, люди такие глупые, такие глупые. Да, когда управлялись судьи, случился голод, тогда нужно уповать именно на Господа Бога. Однако Элемалих на Наимей, Махлон и Хильон, они пошли своей дорогою. Кстати, муж, если плохо думает, тогда жена должна хорошо думать. Однако жена такая же, как муж. Элемалих, когда умер, нужно было подумать, почему же муж умер, хотя он молодой, в возрасте, почему же он умер? Если чуть-чуть подумать, а, мы ушли из Мава, поэтому так происходит, сатна действует, а, естественно. Когда умер Элемилех, если бы они вернулись в Ифлием, тогда бы Махлон и Хильон не умерли бы. Такие глупые поэтому не знают. Элемилех умер, Малхон умер, и когда только Хильон умер, только тогда они поняли, ага, мы ушли от Господа Бога, поэтому происходит подобное. Только тогда они начинают понимать. Приходят в церковь, да, и на собрание. Это мы должны понимать. И пастор должен этому учить прихожан. Да, мы можем не понять, однако в Библии, да, участвуют на собрании. А, мы начинаем понимать. И человек, который участвует на собрании, да, он начинает идти по плоти, начинает ходить в этот мир, начинает следовать за мир, ими ценностями, потом становятся противниками. Кто так начинает его вести? Дьявол начинает вести так. Однако, если мы не знаем, да, мы будем следовать за руководством сатаны. Мы говорим, давайте будем семинар проводить. В этот раз проводили кантату в Дембери. Там братья и сестер только 12 человек. Они арендовали стадион, который стоит 50 тысяч долларов, да, и это ледовый дворец, и, да, там постелили вот над льдом специальную пленку, да, но было все равно прохладно. И нужно было пригласить 5 тысяч человек. Знаете, корейцы и американцы, они отличаются. На самом деле, не так просто пригласить 5 тысяч человек, но братья и сестры должны были этим заниматься. писали своим близким письма и написали 200 тысяч писем. Да, руки болят, но все равно писали. Моя внучка тоже с самого утра до вечера ходила и раздавала эти письма. Все наши дети участвовали в этом. И дети счастливы. Однако результат там, да, мы могли увидеть, что тысячи людей получают спасение. Да, какая разница, если они не придут в нашу церковь. Главное, что они получили спасение. Господу Богу угодно, чтобы мы проводили подобное, поэтому благословляет нас. Однако, если мы не знаем такой мир веры, как я пользуюсь временем, как я пользуюсь средствами, когда я пользуюсь душою, именно в плоти находится, да, моя душа, мое сердце находится в плоских ценностях. Туда начинает идти моя душа. И тогда, когда пользуемся деньгами, пользуемся ради плоти, и мы начинаем идти в эту сторону, и тогда мы отдаляемся от Господа Бога. Да, мы начинаем думать, что вот у меня нет веры, и начинаем страдать и мучиться. Наш Господь Бог, Он, да, мы будем проводить библейский семинар, кондату будем проводить, ой, зачем это нужно? Все равно это никому не будет нужно. Надоело уже, кто-то думает. Да, есть люди, которые так размышляют. Однако же, есть другие, которые наоборот счастливы. А, через кондату, через семинар, после семинара, да, что еще будет, какое мероприятие будет? И они чувствуют счастье. Да, я отдаю себя ради Господа Бога, и Господь Бог будет вести меня. И они очень благодарны. В прошлый раз я немножко приболел, и пресвектор Хан хотел отвезти меня в больницу, чтобы я снял рентген. Я сказал, зачем это нужно? Когда я приехал в больницу, у меня, да, именно поставили специальный кабинет, и мне было очень, да, обидно. Я сказал, да, знаете, мое давление, да, нормальное, но из-за того, что вы меня, так скажем, поставили, да, в такое плохое помещение, поэтому у меня давление поднялось от злости. И потом, да, врач сказал, да, можно не снимать рентген, но пресвектор все равно хотел, да, снять рентген, и это чувствовалось, что он хочет сделать рентген. Но с того дня я действительно стал здоровым, и тогда пресвектор ничего не сказал. Да, но пресвектор очень обо мне хорошо заботится, и что хочется немножко болеть, да, но я потом выздоровел. Господь Бог, Он начинает вести нашу жизнь, да, да, не можете отпустить свою жизнь перед Богом, потому что вам хочется самому что-то делать, да, но если во время этого голода они убывали на Господа Бога, Бог бы точно помог бы им. Элемелех умер, Махалон умер, Хелеон умер, три человека умерло, и невестка убежала, да, и только на имени и с Руфью две вдовы пришли, и Евангелем Матфея говорит о том, что воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иси, Иси родил царя Давида. Когда они вернулись в Вифлеем, да, без ничего они пришли, однако был хлеб, которым могли питаться, был дом, был дом, да, семья, и живет очень благословенной жизнью. Наш Господь Бог, Он начинает давать нам разные-разные дела, и через эти дела мы начинаем жить вместе с Господом Богом, пока мы трудимся с Господом Богом. Тогда Господь Бог берет на себя всю вашу жизнь и начинает вести. Спрашивает, хочешь сам защищать свою жизнь, или же хочешь, чтобы я защищал твою жизнь. Среди братьев и сестер есть те, которые живут с большей трудностью, и также есть те, которые трудятся ради Евангелия. Когда я вижу их, они такие прекрасные. Да, они трудятся не потому, что у них есть достаток в жизни, да, пока они участвуют в делах Господа Бога, тогда в их душе есть покой, которого нет в этом мире. Бог начинает вести их сердце, однако человек, чья душа напомнила только плотскими ценностями, тогда он будет близок не к Богу, а к деньгам. Поэтому Господь Бог не может действовать. Однако, когда мы близки с Богом, тогда Бог начинает действовать в нем и давать благословение, безграничную милость свою. Настал голод. Или, Мелех, Мелех, Малхлон, Ихлион. Да, как вы хотите преодолеть этот голод? Хотите использовать человеческий способ? Да, кажется, если пойдете в Мааф, будет хорошо. Однако, путь, который идет в Мааф, это был не по воле Бога. Поэтому, Мелех и только тогда три вдовы поняли. Но, слава Богу, что они возвратились. Иначе, они могли бы и все погибнуть. Многие люди следуют за плотью. Я не думаю, что они делают правильно, но ничего глупее этого нет. Да, кровью Иисуса Христа, когда мы получили спасение, мы становимся детьми Господа Бога, и Господь Бог уже начинает ответить за все, что у нас есть. И мы должны быть едиными с Господом Богом. Однако, когда мы идем к плоти, Бог не может нас благословить. В этот раз я был очень счастлив во время контакта в Америке. Многие американские служители, я видел, как они меняются. Многие зрители приходили. Знаете, то, что я говорю в зале, знаете, что они говорят? Как Хургра сейчас может каждый год менять свою программу? В этот раз в Лос-Анджелесе, когда в три часа был концерт, я вошел во время концерта уже, и я видел, что люди плачут. И у меня тоже слезы начали идти. Выступление стало лучше, чем в прошлом году. Что музыкально. Говорят, что это лучший уровень, потому что мы трудимся ради Господа Бога, и поэтому Бог открывает как путь перед нами. Мы имеем все условия для того, чтобы трудиться ради Господа Бога. И также есть много способов, чтобы идти по плоти. Но через Исфирь Бог нам показывает, как Элимелех, Махрон, Ихлион, их результат. И также, когда они вернулись в Ифлием, к Господу Богу, и что произошло? Да, когда пришли в Ифлием, ничего не было. однако, да, собирали как раз урожай, встретили воза, да, и, да, появилась любовь, женились. Да, где такое благословение еще может быть? Именно, когда мы идем к Господу Богу, Бог нас так благословляет, а когда идет человеческим способом, может, сначала нам кажется, что хорошо, однако же, в конце концов, мы отдаляемся от Господа Бога и можем только впасть во грех. Вот, что Бог показывает. И мы отдаем время себя Господу Богу и начинаем жить ради Господа Бога. Когда мы все отдаем Свою Господу Богу, тогда Бог ведет вас. Я уверен, что это будет самая благословенная жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok